Итак, спутник, принадлежащий египетской телекоммуникационной компании, сегодня прекратил трансляцию сирийских государственных телеканалов. Это Сурия, Аляхбария, а также частный канал Аддуния. В Дамаске заявили, что решение египетской стороны направлено против интересов сирийского государства и народа. Прекращение вещания совпало по времени со встречей министров иностранных дел арабских стран в Каире. На ней президент Египта Мухаммед Мурси вновь призвал сирийское руководство уйти в отставку. Подробнее о ситуации вокруг Сирии Владимир Унанянц. Башар Асад превратил Сирию в террористическое государство. Такой вердикт лидеру соседней страны вынес премьер-министр Турции Реджеп Таип Ардаган и выразил разочарование в связи с отсутствием международного консенсуса по выходу из кризиса. Режим Асада отрезал город Раа от внешнего мира. Солдаты врываются в дома мирных жителей. Число простых людей, погибших за последнюю неделю, уже достигло 300. То, что они делают, чудовищно. Сирийский режим стал террористическим. Анкара, изначально выстраивавшая конструктивные отношения с администрацией Асада, после вспыхнувшего 17 месяцев назад восстание, стала одним из самых резких критиков Дамаска. Турция с трудом справляется с наплывом сирийских беженцев, число которых уже превысило 80 тысяч человек. «Мы своими глазами видели, как они обстреливают наши дома. Это происходит ежедневно. Все, кто может, бегут сюда, в Турцию. Я не знаю, как долго эта ситуация будет продолжаться. Мы призываем международное сообщество прислушаться к голосу совести и вмешаться». Власти Турции неоднократно настаивали на создание буферных зон в приграничных районах Сирии, но предложение не получило международной поддержки. В то же время Анкара обвинила режим Асада в поставках оружия курдским экстремистам и пригрозила начать военную операцию в случае, если боевые подразделения курдской рабочей партии начнут проникать в страну с территории Сирии. Турецкую позицию поддержал и президент Египта. Мухаммед Мурси вновь высказался за смену власти в Дамаске и призвал арабские страны к срочному решению сирийской проблемы. Об этом египетский лидер заявил сегодня в Каире, открывая министерское совещание ЛАК. «У властей Сирии ещё есть шанс остановить кровопролитие, но долго ждать народ не будет, он уже сказал своё слово. Настало время перемен. Сирийское руководство должно уйти. Мы не можем спокойно смотреть, как продолжает литься кровь. Выход из кризиса арабские государства должны найти при поддержке мирового сообщества. Мы полностью поддерживаем сирийский народ, а правящий режим должен извлечь уроки из истории». Ещё неделю назад на саммите движения «Неприсоединение» в Иране президент Египта выступил с сенсационным заявлением, осудив репрессивный и потерявший свою легитимность режим Асада. Тем временем гуманитарная ситуация в самой Сирии ухудшается с каждым днём. На этом фоне завершается визит в страну главы Международного комитета Красного Креста. С понедельника Петер Мауэр проводил переговоры с руководством этой ближневосточной страны. «Мы просим сирийские власти помочь нам в защите гражданского населения. Нам нужно расширение мандата, чтобы найти механизмы сотрудничества, которые позволят нам сделать это. Я могу сказать, что переговоры прошли достаточно конструктивно». Гуманитарные организации пытаются усилить операции по оказанию помощи Сирии, где мирные жители из-за эскалации боевых действий отрезаны от внешнего мира. Красный Крест также будет настаивать на доступе в сирийские тюрьмы, где, по неподтвержденной информации, содержится десятки тысяч человек, подозреваемых в поддержке оппозиции. Владимир Унанянц, Канал Пик